Первому микрорайону в этом году выпало закрывать отчетно-выборные конференции. На каждой из проведенных встреч с активом и жителями присутствовали глава города, представители администрации, председатели городского районного совета, депутаты. На финальной встрече перед присутствующими выступила председатель первого микрорайона Полина Сергеевич. В 20-минутном докладе она рассказала о наиболее значимых для жителей событиях уходящего 2015 года. Численность населения в первом микрорайоне больше 11,5 тысяч человек. Инфраструктура включает все необходимое для комфортной жизни. Несколько школ, детских садов, аптек, больницы, магазины и рынки и многое другое. В структуру совета микрорайона входят 9 квартальных и 29 домовых комитета. Первый микрорайон объединяет северную часть города, поселок Прохладный, бывшие садоводческие товарищества. Поэтому у большинства жителей есть возможность заниматься животноводством и растениеводством. Была проведена большая работа по переписи по хозяйственных книг. В личных частных подворьях зафиксировано КРС 165, малый рогатый скот 75, птицы 2,450, кроликов 190, внутри 203,4. Жители выращивают овощи в закрытом грунте, площадь теплит 700 квадратных метров. На территории микрорайона регулярно устраиваются субботники, организовывается уборка мусора, побелка деревьев. В данных мероприятиях активное участие принимают жители. Однако не все проблемы удается решить в одночасье. В городе осталась последняя стихийная свалка на пересечении улиц Ленина и Воровского. О ее судьбе рассказал глава города. Там будет построен хороший угловой магазин и контейнерная площадка будет у них в внутреннем дворе сзади. То есть и для многоквартирных домов будет контейнерная площадка сразу для этого магазина. И угол украсит, мы сумеем, я думаю, там ликвидировать эту массовую последнюю городскую свалку. Потому что сегодня винить жителей там нет смысла. Везут, везут, мимо проезжают, выбрасывают. И мы это все видели. Большое достижение для всего первого микрорайона – открытой на его территории спортивной площадки. Теперь детям и молодежи есть где и общаться, и заниматься физической культурой. Благодаря участию и финансовой поддержке нашего депутата Чага Игоря Олеговича в сентябре 2015 года детская площадка была построена и открыта для досуга детей. Для дополнительного благоустройства по просьбам жителей квартала 41 Прохладный на территории детской площадки силами администрации города, депутатов и жителей были построены футбольное поле, волейбольная площадка. На открытии города присутствовали глава района Сачевка Александр Александрович, глава города Матыченко Алексей Николаевич, депутаты городского и районного совета. Не забывают в микрорайоне и о досуге, ведь совместно проведенные праздники – лучший способ объединиться. Благодаря содействию главы города Алексея Николаевича Матыченко в квартале 44 на территории детской площадки СТ «Строитель» была организована новогодняя елка для жителей микрорайона. Родители с детьми актив микрорайона украсили елку, организовали праздничный концерт. Благодаря финансовой поддержке наших депутатов Чагаева, Нарелиян, Стаценко и Ирина Николаевича, дети получили сладкие новогодние подарки. Широко был отмечен праздник Масленица. Помощь в организации и сладких угощениях была оказана нашими предпринимателями. В завершении праздника под шумные аплодисменты гостей по традиции сожгли чучело зимы. Хочется отдельно поблагодарить нашу квартальну Аркушенко Василию Григорьевичу за активное содействие и организацию этих праздников. На День защитника отчества 23 февраля актив нашего микрорайона принял участие в торжественном поздравлении военнослужащих части 32-19. Также лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона 1. Им были вручены поздравительные открытки и подарки к празднику. Заслушав выступления председателя микрорайона, положительные отзывы о ее работе квартальных, делегаты единогласно признали работу Полины Сергеевич и ее актива удовлетворительной. Все проведенные шесть встреч дали понять, что город живет. И благодаря слаженной работе ТОСовцев, депутатов и администраций, в каждой части Лобинска происходят важные и интересные события. Просматривается тенденция, что ТОСы укрепили свою работу, значимость, и есть изменения, их видно. Но все сработали с положительной оценкой, люди это оценивают. Но все-таки работы еще очень много. И мы сегодня ставим главную задачу, чтобы в следующем году эта работа была вообще полноценной. И максимально вопросы, которые касаются граждан, жителей города Лобинска, проживающих на территории ТОС, решались бы на месте. Для этого сегодня избираются новые советы ТОС, в которые входят руководители предприятий, которые находятся на территории, депутатским корпусом усиливается совет микрорайона, уважаемыми людьми, которые могут сделать замечания, как-то помочь. Если только мы эту работу доведем, чтобы в микрорайоне была своя первичная власть, которая могла бы по максимуму решать проблемы граждан, тогда у нас все получится совместными усилиями, чтобы мы на местах могли быстрее решать проблемы. В первую очередь мы их должны знать и в максимально быстрый срок попытаться ответить на вопросы, которые возникают в процессе жизни у жителей. Но в общем, работа, проведенная в 2015 году, большая, много традиций уже родилось в этот год, проведение праздников на территории микрорайона, и мы будем продолжать в этом направлении. Самое главное, что идет положительная реакция со стороны жителей города на эту работу. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба».